Зачем нам культура, изобразительное искусство, литература, классическая музыка, театры, музеи? По крайней мере, для чего они сегодня в современной России? Я думаю, кстати, вопрос не праздный. Давайте обсудим это. Приветствую, с вами Андрей Иванов, политолог, кандидат философских наук. Вот в последние годы все больше и больше количества людей, которых принято называть деятелями культуры, объявляются иноагентами, а некоторые даже попадают под уголовные статьи. То есть можно вспомнить, что даже, например, певица Земфира, которая была в свое время голосом целого поколения, может быть, даже ни одного ее песни в захлеб слушали и студенты, и подростки, и люди среднего возраста. Теперь она иноагент. Или, например, известный писатель, автор многих культовых книг, среди которых известный Метро 2033, Метро 2034-2035, Дмитрий Глуховский. Он не просто иностранный агент, но и признан судом виновным в уголовном преступлении. Получил заочно 8 лет лишения свободы. И люди, многие деятели культуры, покинули Россию, пытаются что-то вещать из-за границы, а государство говорит, да, ну, по большому счету, ну, кто это? Враги, там, иностранные агенты, преступники даже. Весной 2023 года общественность, интеллигенцию в России, ну, и уехавших интеллигентов взбудоражили новости, что вот в СИЗО поместили Евгению Берковича, режиссера, за то, что она, там, вот, читала свой спектакль, во время репетиции была вычитка. И этот спектакль, кстати, получила золотую маску. Но вот кто-то написал, так сказать, куда следует, и ее стали судить по делу об оправдании терроризма. Что якобы вот этот спектакль, за который она получила золотую маску, оправдывает терроризм. И мне тогда в голову пришла такая мысль. А, собственно говоря, для чего она вообще все это делала? То есть, нужен ли вообще театр? То есть, вот, если бы Евгения Беркович не занималась бы никаким театром, никакими постановками, а пошла бы на общественно полезную работу, например, была бы кассиром в продуктовом магазине, постепенно бы доросла до директора магазина, то, ну, и к ней не было бы, скорее всего, никаких претензий. Если бы она, там, где-то не выступала, не выходила бы с плакатом, да просто вот не занималась бы всем вот этим, да, что привело ее в итоге на нары. Можно сказать, ну, как это так, вот, режиссер не будет заниматься спектаклями. Так она и сейчас ими не занимается. Ну, если она сидит в СИЗО, то, собственно говоря, как она может заниматься театром? И она также могла этим театром не заниматься, но заниматься общественно полезным трудом, будучи продавщицей в продуктовом магазине. И вот более концептуальный здесь вопрос, я думаю, он состоит в том, а для чего вообще вот это искусство существует? Вот, например, в Москве действительно есть сотни музеев, театров, но обычно как происходит? Человек идет в музей, например, в картинную галерею, видит действительно шедевры изобразительного искусства. Вполне логично, что его после этого переполняют очень сильные эмоции. И что дальше? Как эти эмоции, как вот этот энергетический заряд человек может выразить? Ну, то есть как-то человек должен проявить это, наверное, в своей какой-то, ну, профессиональной деятельности, общественной. Особенно если это дело касается людей, которые интересуются политикой, политическим процессом, пытаются в нем участвовать. Вот человек прочитал какую-нибудь хорошую книжку, сходил в музей, сходил в театр, его переполняют эмоции, А дальше что? Выхода этим эмоциям нет. И что наступает? Очень сильное разочарование, депрессия, может быть, даже. Так, может быть, и не стоит ходить в эти театры, музеи, книжки читать. Можно, конечно, сказать, что были времена и похуже. В человеческой истории, например, темные века в Европе, темное Средневековье. Но все равно находились люди, которые развивали философию, пытались что-то делать в области искусств. Несмотря ни на что, сохраняли знания, например, вот как монахи Бенедиктинского ордена. В итоге, кстати, сохраненные ими знания и стали во многом основой для эпохи Возрождения. Но этим занималось очень небольшое количество людей. И они этим занимались, исходя исключительно из того, что вот они действительно этим занимались сами для себя, как были такие хранители древнего какого-то знания, но недоступного абсолютно большинству. И большинство людей этим не занималось. А сейчас мы столкнулись с тем, что информация вроде бы общедоступна, что произведения культуры, искусства, они действительно общедоступны, причем мировые шедевры, есть быстрый интернет, да. Но для чего вот потреблять этот контент? А тем более самим его производить. Тем более в условиях, когда законодательство, законодательство, да, есть законодательство уголовное, которое легко преследует любую такую деятельность. И если даже в темные века человека могли привлечь к суду инквизиции за противоречие религиозным догмам, а, например, в советское время за антисоветскую пропаганду, то сейчас любой человек может написать на другого донос, и правоохранительные органы будут этим заниматься. То есть даже ни государство, ни церковь, ни какие-то институты решают, что хорошо, что плохо, что правильно, а что ереси вредно. А любой другой человек может сказать, вот он занимается чем-то неправильным. Есть статьи, там, пропаганда нетрадиционных ценностей. Вопрос, а что такое традиционные ценности? Или оскорбление чувств верующих. Каких верующих? Каких чувств? Как выразилось это оскорбление? Человек может прийти в магазин и сказать, мне не нравятся эти игрушки, которые вы тут продаете, или эти конфеты, они оскорбляют мои чувства. Я буду писать в прокуратуру. И, скорее всего, администрация магазина скажет, да, лучше снять с прилавка, куда-нибудь продать по-тихому, да, или вообще просто списать на убытки, чем вот с этим совсем связываться. А если человек какую-нибудь скульптуру решил извоять, или, там, картину написать, или музыку, а тем более спектакль поставить, фильм снять, книжку написать, ну, понятно, да, будет какой результат. А ничего, кроме уголовной статьи, не будет, потому что другие люди, которые скажут, ах, ужас, ужас и безобразие, а давайте, вот, мы наоборот, будем эти книги читать, эти фильмы смотреть. Вы в нас пробудили своими преследованиями художников интерес. Ну и что? Ну, прочитают, ну, посмотрят. Их будут переполнять эмоции, и люди попадут в итоге в какую-то депрессию. Ну, вот такие соображения. Я не претендую ни в коем случае на правду. Но, тем не менее, что вы думаете по всему этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях. А с вами был политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.